Потоп на домостроительной. Вода течет на проезжую часть. При этом еще недавно здесь уложили новый асфальт. Но водители сомневаются, что он сможет продержаться до весны. Лина Ким разбиралась в ситуации. До места работы на улице домостроительной Виктор Буханцев обычно едет на своем велосипеде. Поэтому мужчина особенно обрадовался, когда год назад на оживленной улице в промышленной зоне полностью заменили асфальт. Но одно обстоятельство омрачает радость от долгожданного ремонта. По дорожному полотну круглыми сутками бежит вода. Учитывая, что ночью температура воздуха опускается ниже нуля, остается только гадать, сколько таких перепадов выдержит асфальт. Самое главное, что вода идет по железнодорожному переезду, идет на главный путь железнодорожный, по которому поставляются цистерны с топливом, с газом, которые идут на горгаз. И там сплошное безобразие, мочак воды вот так. Источник ручьев находится здесь же неподалеку. Хитрая конструкция народных умельцев, состоящая из шланга и насоса, ежедневно откачивает воду из колодца. И никому даже не приходит в голову цивилизованно подойти к решению вопроса. Прочистить ливневую канализацию до основного стока, чтобы нечистоты ближайших организаций, например, автомойки и сауны, не размывали автомобильную магистраль и железнодорожный переезд. В КРГХ, в обл. водоканал везде обращаются, все приезжают, смотрят, затылок чешут, но никто ничего не делает. И это три года, вот это продолжается, вот эта вода на дороге. До первой аварии пока будет крупная авария, потому что на лед выскочит машина и разобьется. Вероятно, подтопление домостроительной и судьба свежеотремонтированной дороги интересно только неравнодушным горожанам и тем автолюбителям, которые с приходом зимы ощутят на себя прелести экстремального вождения на этом участке дороги. Нам удалось связаться со специалистами водоканала, прокомментировать ситуацию они обещали в ближайшее время. Следите за выпусками новостей. Продолжение следует...